Вот этот знак стоп за моей спиной установлен не случайно. Дело в том, что в этом месте на основной магистраль выходят три второстепенные дороги со дворов и с парковки торгового центра. И соответственно машины, которые останавливаются не здесь, а перед светофором, создают определенные помехи для тех, кто выезжает. Нужно делать так, как делает водитель этой десятки. Правильно? Да. Он остановился и есть возможность у водителя выезжать со двора и слева, и вот с этого выезда. Проехал. Вот он наш нарушитель первый. Х-076КМ. Что мы видим? Загорелся красный. И мы видим инструктор, да? Посмотри. Да, вот он проехал. Он уже реально оценивал, что не получится у него проехать через переезд этот переход. Правильно? Да. И все равно проехал. Вот так вот учат наших водителей. Волга. Волга. ГАЗ-24, я бы сказал. Е-165ТЕ. А за ним приор окрадется так не спеша. Да, и тоже проезжает. И останавливается непосредственно перед светофором. Что мы видим? Мы видим, что инкассаторский микроавтобус, а за ним... За ним вот, да? Хензай, по-моему, да? Хензай О251 СМ. Я что думал по этому поводу? Вот сейчас... А за ним еще, подожди, еще Митсубиси, еще вот тоже. Да. Вот сейчас не час пик, да? И, соответственно, ну, как бы там ни было, они помех особо не создают, да? Несмотря на то, что все равно нарушают. Но, когда поток автомобильный большой, то, наверное, из-за машин, которые проезжают за стоп, этот знак, Да. С дворов, с прилегающей территорией машины выехать не могут. Автобус. А мы видим, что автобус, я так понимаю, это муниципального предприятия автобус, который везет пассажиров, возит пассажиров, да? И водитель отвечает, он, кстати, за ними же проехал. Еще все легковое. Ну, так вот, возвращаясь к этому водителю автобуса, да? Вот он везет пассажиров, по сути, отвечает за их безопасность, но нарушает правила дорожного движения. Отметим, сотрудники ГИБДД в интернете мониторят нашу рубрику «Засада». И они же нам сообщили, что санкция за это нарушение – штраф в размере полутора тысяч рублей. Сегодня «Засаду» устроили Александр Жарков и Петр Рукин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова